Из жития святого Иоанна Милостивого. Что же ты сделал, великий Иоанн, патриарх церкви Александрийский, дабы глубже запечатлеть память смертную в своем уме, и дабы всегда, что бы он ни делал, думать о смерти и им ее перед глазами. Он приказал построить ему гробницу, но не доводить ее до конца, а так и оставить недостроенной. И чтобы потом те, кто были к этому делу приставлены, когда бывал какой-нибудь торжественный праздник, становились впереди всех собравшихся и громко говорили ему, «Владыка, твоя гробница до сих пор недостроена, так прикажи ее закончить, ведь неизвестен час, когда нагрянет похитительница смерть». Ава Агафон сказал, «Монаху должно во всякий час видеть пред собой судилище Божие, В окрестностях Иордана был один пустынник, который подвязался многие годы. Бог покрывал его, ему не приходилось испытывать искушения от врага, и он почти не имел брани. Поэтому перед всеми, кто обращался к нему за помощью, он уничижал сатану и поносил его. Дескать, сам по себе он ничто и бессилен против тех, кто подвязается, разве что найдет подобных себе негодников, вечно рабствующих греху, и донимает их». Так он говорил, потому что не ощущал вышней благодати, которая не попускала сатане искушать его. Когда же по воле Божией приблизилась его кончина, дьявол явился ему воочию и говорит, «Чем же я перед тобой провинился, Ава? Разве я хоть раз тебя беспокоил?» Пустынник же плюнул в него, отвечал теми же, что и всегда словами, «Отойди от меня, сатана! Нет у тебя силы против рабов христовых!» «Конечно, конечно, — сказал тот, — только тебе ведь еще сорок лет жить. Думаешь, за столько лет хоть раз я не смогу тебя подставить ножку?» И с этими словами он исчез. А монаха тотчас же стали бороть помыслы, и говорит он себе, «Столько лет я терзаю себя здесь, в пустыне, а Богу угодно, чтобы я жил еще сорок лет. Пойду-ка я лучше в мир и посмотрю на тех, кто не такого, как я. Поживу с ними год-другой, а там и снова вернусь к своему подвигу». Как ему показалось разумным, так он и поступил. Вышел из кельи и направился по дороге. Но не успел он отойти далеко, как человеколюбивый Бог смилостивался над ним. И не желая, чтобы труд его погиб, он послал ему помощь ангела. Ангел, выйдя навстречу, сказал ему, «Куда идешь, Ава?» «В город», — ответил тот. Тогда ангел говорит ему, «Вернись в свою келью и упреть с сатаной дело не имей. Однако ж помни, что он посмеялся над тобой, и подвижник вернулся к себе в келью. А по происшествии трех дней он скончался». Старец сказал, «Во время работы, всякий раз, когда опускаю веретено, прежде чем поднять его, представляю смерть перед своими глазами». Он же сказал, «Человек, во всякий час имеющий пред собою смерть, побеждает уныние». Старец сказал следующее, «При каждом деле, которым собираешься заняться, всегда говори, «Если сейчас посетит меня Бог, что будет?» И смотри, что ответит помысел. Если он осуждает тебя, немедленно оставь, даже брось дело, которым ты занят, и возьмись за другое, если не боишься быть застегнутым за ним. Потому что подвизающийся должен быть готов в любое время отправиться в путь. И сидишь ли ты за рукоделием, идешь ли по дороге или ешь, всегда говори себе, «Если сейчас призовет нас Бог к себе, что будет?» И слушай, что ответит твоя совесть, а тогда спеши сделать то, что она тебе говорит. И если хочешь узнать, если милость к тебе, вопроси свою совесть и делай так, не переставая, пока твое сердце не удостоверится в этом, и совесть не скажет тебе, «Веруем в щедроты Божие, и Он непременно нас помилует». Но смотри, не говорит ли этого сердце твое с некоторым колебанием? И если оно испытывает даже самую малую неуверенность, то далек ты от милости. Перед смертью Авы и Арсения, когда приспело время его кончины, братья увидели, что он плачет, и говорят ему, «Даже ты, Отче, боишься?» Тот же ответил, «Поистине этот страх никогда не покидал меня с тех пор, как я стал монахом». И с этими словами он умер. Спасибо. 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 Продолжение следует...